Всем привет дорогие друзья! Сегодня будем делать с вами школьные мини-пиццы. Все дети любят пиццу, а это очень хороший перекус по дороге в школу, либо просто по пути, либо дома. Любой ребенок очень их любит. А тем более это порционно и очень удобно. Я думаю всем понравится. Для начала нужно сделать тесто. Тесто дрожжевое, слегка теплой воде до 40 градусов, либо молоке, растворяем дрожжи и сахар, чем я собственно и занимаюсь. Затем сюда просеиваем муку. Изначально я добавляю 400 грамм, остальную буду добавлять на подпыл, либо посмотрю понадобится она мне в принципе или нет. У каждого мука разная и вам может понадобиться больше, либо меньше муки. Сразу сюда на муку и подсолнечное масло выливаю и соль. Собственно все, у нас тесто практически готово. Осталось только его вымешать. Для начала это делаю ложкой, пока она еще вязкая. И затем перехожу, буду его разминать руками. Это тесто любит, чтобы его поразминали руками, в нем должна развиться клейковина, поэтому не стесняемся и минутки 3-5 мы его хорошенечко разминаем на столе. Если тесто у вас еще хорошо липкое, подпыляем немножко мукой. Если нет, то не забивайте тесто, оно не должно быть плотным. Смазываем посуду, в которой будет подходить тесто подсолнечным маслом, накрываем влажным полотенцем и отбираем в теплое место подходить минут на 40-час. Тем временем займемся начинкой. Я пошла более легким путем и решила колбасу потереть на терке, но очень хорошо ее порезать мелким кубиком. Либо можно использовать куриное филе, которое тоже просто либо мелко порвать, либо мелко порезать. Сразу потерла туда сыр и у меня вот так вот еще есть немножечко сыра косичкой копченого. Решила тоже его порезать, добавить сюда. Буду добавлять сюда майонез. Кто хочет, может добавить сметану, может просто не добавлять. Я буду делать, опять же, более легким путем, буду добавлять все соусы сразу в начинку, чтобы не смазывать каждую лепешку. Но можно еще будет и смазать каждую лепешку. У меня вот такой вот томатный соус есть. Из помидоров варила, но он еще не доведен до ума. Более мягкий такой, но сюда он как раз подходит. Получается вот такая вот пастообразная масса. Чтобы масса наша была более полезной, я решила добавить в нее еще шпинат. Точнее, много шпината. Я вот такой вот шпинат замораживаю, уже нарезанный и храню. Он у меня всю зиму хранится, прекрасно себя чувствует и добавляю его в омлеты. Также сюда для сочности добавлю еще помидор. Если ваши детки любят там горошек, кукурузу, сюда тоже можно и добавить. Наше тесто увеличилось в размере раза в 4, так точно. Смазываем руки и стол немножечко подсолнечным маслом. Не забиваем тесто мукой. При раскатке она нам не понадобится. Раскатываем, смазывая растительным маслом. Раскатываем довольно тонко. Толщина до полусантиметра. Потому что вы учитывайте, что тесто у нас еще поднимется. Раза в два увеличится в толщине. Вырезать буду вот такими формочками. Либо можно вырезать вот так вот в ширину. Полтора литровую или двухлитровую бутылку или литровую. Вы сейчас поймете, о чем я говорю. Почему нам нужны именно две разные формы. Я одной более крупной формой вырезала лепешечки. И теперь другую формочку просто ставлю сверху и укладываю туда начинку. Формочку не прижимаю, а просто в ней внутри распределяю начинку. Немножечко приглаживаю вверх и все. Можно, конечно, каждую лепешечку еще, когда поставите формочку, добавить туда, допустим, чайную ложку китченеза, смазать лепешку, а наверх начинку. Так будут наши пиццы еще более сочными. И, соответственно, так дети их любят еще больше. Отправляем вот такие вот красавчики в духовку. Духовка разогрета до 180 градусов. Минут 10-15 им будет достаточно. Они пропекаются быстро. Смотрите, чтобы румяная корочка немножечко появилась. И вот такая вот целая гора у нас мини-пит получилась. Все дети любят и оценивают. Очень вкусно. Обязательно пробуйте и удачной вам выпечки. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok